Приветище! Это Другой Мир. И с нами снова Михалыч, вот этот лохматый чудилу. У нас есть большая проблемка, мы очень хотим кушать. Нам сорочно нужно найти что-нибудь сажать. Давай посмотрим, что у нас есть в инвентаре. У нас есть мухомор, давай им вкинемся. Отлично. И в принципе всё. Больше сажать мы ничего не можем. Ура! Снова день. Уверен, что вон на тех сопках, где зелёненькая травка, есть чем поживиться. И как оказалось, здесь нифигашеньки нету покушать. Ничего съедобного. О, что это такое? Собрать урожай. Давай соберём, посмотрим, что это такое. Перчик! Точнее, морквиса. Я, по-моему, её могу есть, да? Что ещё у нас тут есть? Вредный пень. Блуждает тут, надо бы его наказать. О, как это было больно. Кофигел, что ли? Кстати, он какой-то более грозный и более крупный, чем мы ранее их встречали. Жёлуди, жёлуди, жёлуди ловим. Жёлуди мы посадим. О! Телефонная будка. Фига себе. Это ж в каком я веку-то живу, что тут из телефонной будки. Ещё и грибочек нашёл. Мухоморчик? Мухоморчик мой любимый. Давай сожрём. Ой, да. Отлично. Уже не так голодно. Пойдём, короче, дойдём до телефонной будки, посмотрим, что там есть. Может, позвоню кому-нибудь, своему другану, скажу, забирай, приезжай меня отсюда. Вот она, эта телефонная будка, красненькая. Попробуем сейчас туда зайти. И позвонить. Монета у меня, кстати, где-то была. Вот она, есть монетка. А куда звонить? Ну, давай 0-2. А, нет, 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 нет. Уйди от меня, блинский. Ты чё, фигёшь, что ли? Мозга сопенькая. Сейчас я тебе покажу, где сопли живут. Сверхать тебе. Выбил всюду из него. Монеточку, монеточку мне там вроде как вернули. Ага, замечательно. Я хотел позвонить. А вот смотри, на будке сверху какие-то цифры есть. 3172. Давай попробуем этот номер набрать. 3172. Попробуйте позвонить в другую будку. А, в другую будку. Погай, 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 погай. Тогда не 72. А, 3171. Вот так вот. Но ничего. А если 911? Один. Бесполезняк. 3272. Ну, короче, я запомнил номер этой будки и попробую позвонить на эту будку с другого телефона. Только что мне это даст, непонятно. Хоть монетку, кстати, вернули. А тем временем, наш Мишундра хочет жрать. Вон, голодуха у него полная. Оголодание. Чё пожрать-то? Где бы, чё бы найти? Вон, грибочек вижу. Вроде там гриб. Сейчас подбежим, свистим его. О! Лохматый свин. Дай мне своё место, пожалуйста. Что-то... Что-то стрелка показывает. Типа, мол, иди туда, там что-то есть. Еее, место, отлично. Отлично, отлично. Надо его схавать. Вместе с грибком. Вот так тоже лучше. Побежали по стрелочке. Я так полагаю, что... Котеки какие-то радиоактивные. Короче, я думаю, что нам туда лучше не ссоваться. Поскольку стрелочка красная, она показывает, что там очень опасно. И лучше не ссусь туда, да? Короче, эта красная стрелочка всё равно меня переубедила туда бежать. Почти взобрались на горочку. И сейчас нам станет ясно, куда мы пришли. Йети. Слева Йети. И их несколько. Ух ты, смотри, какое свечение. Похоже, что нам туда. Блин, луч исчез. И вылезла вот эта здоровая фигулина. Ёкарный. Кажется, он хочет меня сажать. Зачем я сюда бежал? Чё мне делать? Он же меня сейчас убьёт. Мама моя. Остановите этот мир. Я сойду. Капец. Он сейчас прыгнет на меня. И мне хана будет. Мама. Интересно, он долго будет за мной бегать? Хотя, если я убегу в тепло, он же, по идее... Он туда не пойдёт. Потому что он шерстяной. Всё? Да, он вернулся. Фига себе вернулся, он прыгнул. Господи. Надо на зеленошечку забегать. Как опасен этот мир. А мне пофиг, я медведь. С топором... О, грибочек. Забираем грибочки. Пофиг на всё. Капец. Эта здоровая махина бегает даже не по снегу, а по травке зелёной. Где солнце? Я надеюсь, что солнце выйдет и мне будет хорошо. Капец. Если он мне один раз ударит, то я помру. Это сто процентов. Я так понял, что этот здоровяк при любых раскладах от меня не отвертится. Поэтому... В атаку! Сейчас я тебя нашпыгую своим топором. Куда ты делся? Слезай, эээ. Блин, а я в прыжке не могу тратиться с тобой. Капец. Ты слазить-то будешь, нет? Вот так, красавчик. Надо. Опа! Как я, Виндзя, как я умею. Ну, в принципе, если быть ловким, то можно его зарубить. Уже день настал. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Все-таки я попался. Все-таки я попался. Блин, тут камушки. Неудачное положение. А еще у меня долбанный топор, который... Да, блин, снова, снова Еще один удар, и мне хана И мне хана Он меня все-таки прижучил Все, моя душа улетела в космос Йо-хо! Я где-то появился Но не знаю где А, так вон моя хата Спасибо, спасибо, что сбросили меня с неба Замечательно Я, кстати, забыл, что я могу ползать на четвереньках Зачем мне это нужно, непонятно Я все-таки двуного существа И весь прикол, что у меня Здоровье восстановилось, голодания нет Но я просрал все свои вещи Печаль Давай попробуем собрать Урожай, посмотрим, что из этого выйдет Так Какие-то грибы Вообще, если честно, я здесь садил пальмы Так Короче Это картошка или кокос? Похоже, кстати, на кокос В принципе, у меня теперь есть что пожрать Брокколианец Овощ-мутант с тремя головками И талантом к телепатии Он умоляет Съешь меня Но это мы обязательно сделаем Но чуть позже Это что? Картофоид Странный овощ Он за вами следит Так, ну что? Надо бы вернуться за своими шмотками Вот оно Вот оно, это место, где меня прикончили Эта огромная фигня убежала Я спокойненько могу собрать Все свои шмоточки Монеточка Все, я снова вооружен Предлагаю вернуться уже домой Я лучше продолжу обустройство своего маленького уголка Да, я снова дома Замечательно Значит так С чего начнем? Ну, начнем с того, что надо достать лопату Посадить новые саженцы У меня там парочку есть Оп Два желудя надо засадить Я закончил Мое кожаное дерево растет Это очень классно С него я соберу огромное количество кожи Кстати, надо вот сюда тоже кожаное дерево посадить Вот так Маленькое кожаное дерево Теперь это все дело надо полить Заливаем Пальмочки, смотри, как активненько растут Ну, пусть растут Их, кстати, даже поливать не нужно, между прочим Значит, заливаем вот этот кустик Готово У нас тут уже, пока я поливал, созрело что-то Попробуем собрать Марк Выска Замечательно Пойдем к верстаку нашему Посмотрим, что мы можем сделать Ну, как минимум Я хотел в прошлой серии сделать удочку Также я хотел сделать костер и плавильню Хотя, подожди Костер я же делал Вот у меня костер Ну, раз костричи у нас есть Давай будем добывать камень Камень нам нужен, чтобы сделать плавильню А также, помимо камня Нам нужен уголь О, здорово Вот как раз и уголь Надеюсь, что здесь тоже будет уголь Это будет... Да! Здесь есть уголь Замечательно А это что? Железная руда Но места для нее у меня нету Поэтому я за ней вернусь потом Так, камней 22 Три угля Замечательно Сейчас мы сможем сделать плавильню Плавильня Вот она Плавильня у нас готова Давай плавильня у нас будет вот здесь Вот так вот сделаем Вот так-то Открыт новый рецепт крафта Что там за новый рецепт крафта? А, вот Переработка Вот что нам открылось Значит Мы хотели сделать с тобой сундук Для сундука нам нужен один медный слиток Значит, нам нужно переплавить медь Пять медной руды Один уголь И, в принципе, все получится у нас, да? Весь прикол, что у меня, по-моему, медной руды-то и нету Ох-ох-ох Ладно Смотри, что написано Хотел пожарить пищу Тут написано Поставьте котел, чтобы открыть больше рецептов пищи Что там для котла нам нужно? Котел Пять дерева Слиток Медит Опять медь Да что ж ты будешь делать? Там без меди вообще никуда И что-то мне звук не нравится Что? Что? Что происходит? Меня чуть НЛО не похитил Это НЛО, смотри Ржавые мои бока Нафиг Оно здесь появилось Летя отсюда Капец, меня чуть не засосало туда А если бы засосало, что бы со мной было? Наверное, я бы погиб Да? Давай попробуем Забери меня НЛО Давай Давай, давай, давай Сейчас тупо посмотрим, что там Что? Что там внутри? Э-э-э-э. Ты офигел, что ли? Я сейчас разобьюсь нафиг. А-а-а, капец. Это ты так пошутил, что ли, надо мной? Слышь? Инопланетная тарелка. Давай, я готов. Я готов, забирай меня. Подними меня вверх. Что-то он передумал. Он, походу, понял, что я слишком жирный и тяжелый. Поэтому... Ай, блядь. Ого, вовремя, вовремя. Красавец. Давай, 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 давай. Все, меня забрали. Что происходит? Ты посмотри, что они со мной сделали. Вот засранцы, они с меня шкуру сняли. Капец. А где мой дом? Кстати, где мой дом? Они меня куда-то закинули. Капец, в другое место как. Я же свой дом не найду. О, будка. Здорово. Это все здорово. И самое что прикольное, то что они у меня не забрали никакое оружие. Что с моим медведем? Я теперь инопланетяшка. Так, значит, вон будка. Какой же там номер телефона-то был? Кстати, это не телефонная будка, это холодильник. Типа Кока-Кола, что ли? Ну да, местная Кока-Кола. Давай ставим монеточку. Какая огромная банка. Холодный сидор. Давай его выпьем. Фига себе, он восстанавливает 60 единиц голода. Это очень круто, я тебе хочу сказать. В общем, тут написано, радущий глаз шипучий энергетический напиток, способный прожечь вам язык. Вредный, но хорошо перебивает голод. Угу. Я воспользуюсь этим. Мне теперь осталось найти мой дом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Радиоактивные котики. Там чужой вон бродит. Капец, вот это я вляпался, конечно. Но, меня радуют грибочки. Блин, как же мне понять, где я нахожусь-то сейчас, а? Фига, там какое-то строение странное. Но я оттуда точно не пойду. Мне НЛО хватило. Кстати, обрати внимание, тут есть пень какой-то странный. С кислотой. Чё себе я туда запрыгну? Пофиг вообще. А-а-а-а, голожопый медвежонок бродит по лесу и пляжу. Кажется, я сориентировался. Вон та ледяная глыба. Она была недалеко от того огромного Йети. Поэтому, в принципе, если... Да, и вон телефонная будка. Всё, я рядышком. Я знаю, куда идти. Всё, я дома. Я тут уже кое-что созрел. Насчёт пальм, кстати. Снова картошка. Насчёт пальм, кстати. Интересно, до какого размера они будут расти. В общем, что мы собирались сделать? Мы собирались сделать... Котёл! Точно, котёл мы собирались сделать. Нам во всём помешало НЛО. Всё, зашибись. Я всё полил. Бедный Мишечка, что с тобой инопланетяне сделали? В следующий раз я буду от них щемиться. Всё, идём добывать руду. Надеюсь на то, что мне попадётся медь. О, нашёл островок с огромными камнями. Надеюсь, что-нибудь здесь у нас получится. Начинаем добычу. Опять гриб из камня выпал. Уголь это хорошо. Камушки пособираем, пригодятся. О! Это чё у нас? Это медь, 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 медь. Медная руда, отлично! То, что мы искали. Что-что-что? Железо, грибы, уголь. Не то, что я ожидал. Я думаю, что против меня медный заговор. Да, капец. Точно медный заговор. Это всё инопланетяне. Кстати, в комментариях писали, что вот в эту пушку можно залезть и пульнуть самого себя. Давай попробуем. Значит, куда полетим? Полетим мы туда, где много камня. А это... Ну, давай вот сюда. Тут-тут... На этом острове дофига камня. А я куда-то собрался лететь. Ладно, давай чуть-чуть пролетим в ту сторону. Точно, залезть можно. Залазим. Хе-хе, я пушечное ядро. Вау, круто! Это же средство перемещения, отлично. Зашибись! Теперь, когда я буду видеть такие пушки, я буду туда залезать. Есть! Мять! Хочешь прикол? У меня кирка сломалась. Зашибись. Так. Сейчас будем крафтить себе кирочку. Благо, дерева у меня с собой много. Своими кровавыми культяпками я смастерил кирочку. Хорошо, что она даже ровненькая получилась. Так, что-то не так. Местов нет. Воу, воу, воу! Вот этот сюрприз. Не тебя я ожидал увидеть. Может быть, с него выпадет медь? Если я его расколошмарю. Смотри-ка, с него реально выпала медь. Офигенно! Есть! Наконец-то! Наконец-то! Пять меди! Шикарно! Можно теперь заряжаться в пушку и лететь домой. Ачуми-чечи! Так, пушечка, тебя надо развернуть в район моего дома. Вон туда нам нужно лететь. И желательно повыше. Вот так. Все, я готов. Полезли! Полетели! О, кайфово-то как, а! Круче, чем такси. Конечно, я мог бы сделать и сундук с одним слитком меди, но все-таки котелок важнее. Переплавляем. Рядом должен быть разогретый... А, плавильню я не разогрел. Сейчас, 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 сейчас. Разогрею я ее. Вот, разожгли. Теперь кидаем слиток. Вот, отлично! Плавится, очищается. Наша руда. И теперь мы получили нормальный слиток. Вот, смотри. С таким уверенным успехом мы можем продолжить плавить и делать себе котел. Не хватает ресурсов. Какого ресурса тебе не хватает? Дерево, что ли? Не может быть. А, три дерева есть. Ну вот, и пришли на выручку пальмочки мои. Чтобы далеко не бегать. Сейчас мы одну срубим. Шикарно. Как раз два бревна, которые нам нужны. А желть мы потом посадим. Так, значит. Котелок. Рядом должен быть костер. Так подожди. Я думал, нам плавильня нужна. Ну давай, костер будет у нас. Ай-яй-яй, я потратил... Да, бревно потратил. Пошел я за деревом снова. Что за звук? Что за звук? Что за звук? Что-то упало. Метеориты падают, смотри. У-у-у, капец. И он падает на мой дом. Нет! Фух, он был близок. Был близок. Это можно добыть как-то киркой? Горячо, горячо, горячо. Не могу дотронуться. Написано. Блин, метеоритный дождь, офигеть. А как мне его добыть-то? Короче, его в любом случае можно добыть. Но у меня, видимо, нет еще пока нужных ресурсов. Блин, у меня же был... Точно, надо палить это дело. Где? Ищем. Ищем, ищем, ищем. Вот. Быстрее, 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 быстрее. Вот, рядышком с домом упал. Сейчас мы попробуем его залить. Остывай. Разбитый камень. Отлично, потом добудем. Где еще у нас метеориты есть? Упади что-нибудь. Вон там попадали. Что-нибудь рядышком упади. О, шикарно. А, так, от души. Столько камней сейчас тут будет рядышком. Так, там упало. Тут ничего не упало. Интересно, а сколько они падать-то будут? Всю ночь, что ли? Вот, летит, смотри, какой. Прям возле ног упал. Обычно, обычно, когда падают метеориты, желательно подержаться от них подальше. Ну, я лысый косой медведь, поэтому он мне побарабанит. Ну, что, может быть, хватит? Я уже достаточно тут запасе камнем. И очень хочу кушать. Так, все, уже день. Походу, метеориты так и будут падать. Ну, да ладно. Мне нужно срубить еще одно дерево, чтобы далеко не бегать. У меня костер потух. Все эти метеориты. Это все они виноваты. В общем, разжигаем. Котелок, котелок, котелок. Есть. Сейчас котелок будет. И нужно срочно приготовить покушать, потому что у меня уже голодовка конкретная. Давай, Мишаня, давай, Михалыч. Жарь. Есть, котелок готов у нас. Должны открыться новые рецепты. Новые рецепты. Сидор могу делать. Круто. Марквас. Куча всякого. Мясной шейка, овощной смузи. Марквесный пирог. Блин, а с картофаном что-нибудь могу сделать? Ладно, короче, давай грибной суп сейчас замутим. Отлично. Суп у нас есть. Едим. Рядышком метеорит грохнулся. Прикольно, да? Метеориты падают, а я тут все жрать готовлю. Романтика? Во-во-во, падает гриб. Сейчас мы его затушим. Давай, Мишань, запрыгивай. На, блин. Не получится. Что, все? Ну вот. А я только пожрал, готов был тушить метеориты. Эх. Кстати, смотри, какое песчаное дерево растет, которое я посадил. Офигеть, да? Точнее, не песчаное, а песочное. Короче, тут что угодно можно посадить, оно вырастет. Следующим этапом улучшения нашего дома. Что же это будет? Я думаю, деревянная маска. Пора скрыть наше уродство, которое сделали с нами инопланетяне. Инопланетяне. Наконец-то я скрою свои косые глаза. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Блин, инвентарь полон. Чего бы выкинуть? Деревянная маска, базовая защита, а также делает вас немного похожим на желудя. То, что нужно. Как это одеть? Я могу это как-то одеть? Как мне одеть? Я не могу это одеть. О, одел, наконец-то. Ну, один глаз как минимум у меня что-то видит. Это уже хорошо. Другой у меня просто смотрит в дерево. Ладно. Пришло время посадить дерево. Разжигать костер я сейчас не буду, дождь идет. Также у меня тут созрели овощи. Насчет желудей. Я думаю, что их нужно посадить чуть подальше друг от друга. Из-за того, что я сажу их близко, деревья не могут разрастись. Нормально. До больших размеров. Я так думаю. Но это не точно. Вот мы это сейчас с тобой проверим. Все. Желуди рассадил. Да. Дерево, конечно, кожа на меня радует. Оно все больше и больше с каждым днем. Прям офигенно. Пять кожи и слизь. Кожи у меня столько нету. Ладно, дерево, пришло время тебя срубить. Ты уже достаточно взрослая. Не обижайся на меня. Сколько кожи с тебя упало? Всего три кусочка? Че так мало-то? Мне еще как минимум одно нужно. Что проширит не суммарь. Можем сделать с тобой наковальню. Всего лишь два слитка железа нужно. Железо у нас, конечно, завались. Вот оно тут валяется. Сейчас мы его все поднимем. Зажгем плавильню. И, собственно, давай переплавим все железо. Так. Один слиток железа всего получилось? Ну капец. Кажется, снова красная стрелочка появилась. Я уже начал спотыкаться. Это означает, что где-то появился мутант. Огромный мутант, как тот здоровый Йети. Конечно же, за этой стрелочкой я больше не побегу. Я знаю, что она таит в себе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Этот голем пришел за мной. Он пришел за мной. Он сейчас разрушит меня тут все. Капец. Прикинь, он вылупился и сам дошел до меня. Жеванный ты камень. Ладно, будем биться с ним. Посмотрим, смогу ли я его одолеть. Что, давай-давай-давай-давай. Иди ко мне, иди ко мне. Как мне, блин, тебя ударить-то? Вот. Сейчас. Интересно, как долго у меня продержится моя деревянная палка. Мой посох. Ееееее, ты прикинь, я его сломал. Смотрите, сколько с него выпало. Медный слиток. Что там еще? Золотая руда. Да, еще медная руда. Да, уголь. Офигеть. Интересно, а что выпало бы с того Йети? Ну, круто, круто. В общем, их можно ломать. Ну, и поскольку у нас теперь есть медный слиток, я могу спокойно сделать себе сундук. Наконец-то. Наконец-то. Желанный сундучок. Наконец-то. Я теперь не как бомжара буду все хранить на улице, а как цибильный медведь в сундуке. Я все буду складывать туда. Сундучок. Махонький такой. Я думал, он будет здоровый. Ладно, давай поставим его вот сюда. Между плавильней и верстаком. Вот так. Ну-ка, сколько там места? О, чума. Мест много. Значит, закидываем туда все ценные материалы. Ну, все. Я все спрятал в сундук, за исключением растений. Растения я потом в будущем посажу в горшочек. Смотри, как они быстро растут-то, цветки. Правый, конечно, намного шустрее. Левый там что-то пробивается потихонечку. Ну, в общем, вот как-то так. На этом серия подходит к концу. Если тебе нравится этот безумный Мишундра на этой непонятной планете, то с тебя лайкос. Подписочка, если ты еще не подписан. И увидимся в следующей серии. Пока!